Доброе утро. Ну, возьми. Ты кушать хочешь? Возьми. Они помытые, да. Ну, вафельки после того, как в садик придёшь. Да. А почему я с ним ругаю? У меня тоже не ругают. Вы маленькие ещё. Дочи, всем привет. Всем привет. Чего ругаетесь-то? Да нет, я объясняю. Женя говорит, почему нам может ходить в рукав таких, ну, облегающих. Да. Потому что они первые классы. Опять, они у тебя зелёные, во-вторых, они у тебя облегающие. Поэтому они будут ругать. Всему более. А почему Алину не ругают? Она же в жёлтой кофте. Ну, потому что в кофтах можно в любом цвете ходить. И ещё можно. А почему? Я же хожу в розыск. Мне ничего не говорят. А почему? А почему? Вы первые классы... Насте же тоже, да, вам говорили? А? За школьную форму Насте. Или нет? За школьную форму Насте что-нибудь говорили? Мама. Пугали, конечно. Мне вообще ничего не говорят. Что боятся тебя? Кто это Алину боится? Все. И что тебе? Ты что там? Всех зашигала? Он у этих там тронцовый стоит в классе. Бананы чёрные. Как чёрные вчера только купила, доча. Нормальные твёрдые бананы. Будешь еть? Чёрные. Нормальные бананы. Ну, а чё ты будешь? Вафельку. Вафельку. Давай, собирайся. Время уже без десяти. Восемь выезжаем. У нас садик восемь двадцать. Восемь. А, восемь двадцать. Ну, а школа восемь тридцать. Поэтому у нас нормально восемь выезжать. Если Алина ещё как раз покушать успеет. Чайник же изкипятили уже. Да. Мама, а нас будут кормить сегодня? Нет. Молочку может быть. И тоненько. Кормить не будут. Нам сказали только один раз будет кормить. Да? Ну, может быть. Сок, с чаем. Снег ещё лежит, но сейчас растает. Сегодня плюс четыре обещают. Мама, мама. Тома, не ласты. С едой возле зайки он весь станет чёрный. Мама. Мама, зайца отдали. Мама. Мама. Пошли, дай сюда. Да. А в школе сухой рис с подливовкусной. Сухой рис. Ничего себе. И котлетка. Надеюсь, зайка у него отсюда не упадут, когда она степлеет. Она со своим медведем сюда придёт. Нет, она у тебя зайца уберёт. Утащишь к тебе. Мам, я сразу посмотрю, сколько зарядки. Ну, всё. Дуни, готовы? Угу. Ну, почему они ночью могут разредиться? Не знаю. Сегодня кофточки не будут одевать, только куртки и всё. В одиннадцать папа их заберёт. Мам, можно сухой раздать? Нет. В школе, в классе прямо ждите. А Ринька с старенькой? Они тоже будут ждать. А меня? Тебя тоже потом заберём. В одиннадцать? Нет. Добрый день, дорогие мои. Сегодня хочу познакомить вас с безумной семейкой. Павел и Аня с пятью детьми живут в самом центре Москвы. У них два сына и три дочери. Девочек Паша и Аня удочерили четыре года назад. Старший Марик – участник «Голос дети», а младшая Полиночка – участница шоу «Лучше всех». Безумная семейка много путешествует. Они снимают видео об отучрении и вообще о жизни многодетной приёмной семьи в Москве. Ссылку на их канал «Безумная семейка» я оставлю под видео. Вообще хочу сказать, что «Безумную семейку», когда только я узнала о семейных каналах, я начала смотреть, наверное, одних из первых. Мне очень нравилось их смотреть. Вот какие они, Аня – очень красивая девушка. И какие они все позитивные, какие они все дружные, как и много они путешествуют. Мне очень нравится эта семья. Конечно, сейчас, когда у меня свой канал, и мне много над ним приходится работать, я как-то упустила их из виду. Но всё равно бывает, что нет-нет, да забегу, посмотрю, как они живут. Я видела их переезд из одного дома в другой. Я знаю, что Полиночка маленькая в рекламе снималась. Я видела, как они готовились к этой рекламе, как они вот ездят в этих машинах, как заходили в кафе. И можно сказать о том, чтобы поехать на машине на юг, это с их подачи. Вот правда, я их постоянно смотрела, и мне казалось, это так хорошо всей семьёй куда-то ехать. И обязательно зайдите на канал, подпишитесь, и посмотрите, как живёт большая семья в Москве. Ссылку на безумную семейку я оставлю под видео. Давайте, покажем свой пакетик, что нам... Всем привет! Всем привет! Мы пришли за школой, и нам выдали маленькие небольшие подарочки. Паша, покажем. Вот такие пряники. Дай, дай. Пряники нежные. Шоколадка. Молочный шоколад Яшкина. И сгущенка. И сгущенка. Так, это линейки. Да, у всех одинаково, что у меня, что у Дарины, что у Жевы. Все же самые пряники. Теперь у нас 4 упаковки пряников. 4 сгущенки и 4 шоколадки. Было у нас 2 урока, линейка и классный час. У нас 1 урока, у нас был 1 урока. А что у нас сегодня есть пожарная сигнализация? Да, учебная. А, да, учебная пожарная сигнализация. А мы еще ели в школе арбуз. А, у меня не только есть, у меня еще... Саша, сломай, ешь, не вешай. Вытаскивай все, и будем в холодильник чай пить. А, у меня тоже есть апельсины. Нет, у меня один старательный, потому что мне подруга дала. А, у меня тоже. Давай третий дам. Я не умею третить. Я тебе сейчас третий дам, попробую. Опять же, я не знал, что жонглировать у меня. Двумя-то жонглировать все умеют. А третий не умеют. Ум, вот. Это мое вскро. У меня снеговик. Сейчас будем пить чай. Блин, попробуй третий. Я не смогу третий мя. Третью могу. Двумя можешь третий. Третью сможешь. Домой я тебя не пущу, Алина, такую грязную. Я буду у тебя в будке спать. Да. Жуля. Алиша, отпусти ее. У нас Буся ее отпускает. Видите, как она ходит туда-сюда. Ну, сейчас пока нет. Ну, то, что ходит туда-сюда. Вот. У Буси... Буси ее отпустить от себя, что ли? Нет, нет. Сейчас кругом машины ходят. Нельзя. Что-то Вася решил новую будку построить, Собась. Тут будешь есть строить. Там вход. Да. Ну, вот Вася тут решил построить. Я думала, он обновит ее. Смотри, ревнивая такая. Постанавливать тяжелее, чем новую построить. Зачем мучиться. Ты вот такую маленькую будешь строить? Я что, малую, что ли? А, нормальная. Это мало. Посмотри, какая она. Вот стена. Пап, это мало. А, там только спит. Вот отсюда надо, вот. Ну, сделать отсюда, нам что. Ну, и сразу ты этим обливаешь сразу. Да, чтобы тепло было. А она не выдерет опять. А мы, видимо, обошьем. А, вон, чтобы она не дергала, Вася обошьет. Вот и все, конечно, она точно не сможет. И не маленько побольше сделай. Там она будет так свернутая лежать все время. Сделаем больше. Ну, ладно. Видите, как Ваську-то дырку сделал ей. Можно было просто будку сюда запихать. Ну. И дырку сделала. Ну. Пап, слышь? И внутри аппетит. А, это бесполезно с ним спорить. Если он решил, он так и... Так, Алиша, воду проверяй. Сейчас снег есть. Не страшно. Ну, вообще-то да, зимой не даем мы. Мусор так и не вывезли. Потому что Андрей машину поставил, а Вася не может ее завести. Там масло все вытекло. Андрей приедет, надо будет ее ремонтировать. В общем, поставил машину и все. И мусор так у нас остался. Колеса подкачали. И аккумулятор зарядили. Угу. Не зарядили, заряжается еще. Заряжается. А нынче уже, наверное, не вывезем мусор. Потому что сразу не вывезли. Надо было Андрею машину не тут ставить. Ее можно было хотя бы малейко стремить в сторонку. Как ее-то сдвинешь? Ну, туда вы это, загоняли тут. Потому что Андрей ставил машину, у нас не было. Нет, я бы ее попрошу. Ну. Надо полбовисть убрать, засыпать щебенкой, чтобы сюда машина заходила. Часто оставляют у нас машины и некуда ставить. А что, у них даже зеркала складывали? Да, у нас тоже. Ну, у нас-то понятно. Ой, господи-то. Тише, домой пошли. Дарина сегодня на танцы. Какие-то грязные дети. Нормально, чистые. Это меня жука замарала. Зато кот чище меня. Это Тошка? Вы что, не узнаете? Мы знаем, что это Тошка. Мышка чистая. Какой Тошка? Это Тишка. Тошка. Тошка. Тошка пушистая, а Тишка у Фелиза. Точно. Тошка можно сферироваться. Точно, точно. Ох, это погода. Что-нибудь сохнет, нет? Нет. Так, посмотрю. Не, а белье вообще не сохнет. Как-нибудь потом буду заносить по очереди и сушить. Как повесила, так и висит. Нисколько не подсохла. Со вчерашнего дня. Вот так вот поднимали мы. Вот полностью все закрыли. И там вот тоже. Лезет у нас пугриб, картошка. Лежит свекла, морковь. Тут вот тоже все поднимали. Чтоб не промерзало. Надеюсь, поможет. И здесь вот с этой стороны тоже. Вентиляция идет. Я не стояла. А, пришло. Ставим. Ой, я не помню. Что ты тут ищешь, доча? Ключ для пилы. Ключ для пилы. Последние теплые деньки, наверное, у нас. Да. Ой, папки тут. Бардак, бардак. Творческий беспорядок. Надо скоро доставать уже. Они не здесь. Ну, вот так вот. Со всех сторон Васи утеплила. Чтоб она... Олешенька, отодимывая. А, свято. И чтоб она не выдирала. Старой фанеркой, да? Или уже все задела? Ну, не трогай, не трогай. Самое главное, что... Короче, Лиза-то его... ДВП я этим еще обернул. Не мараешь меня? Седая все, старенькая. Вон папка дырку круглую сделал. Чтоб пролезла. А так зимой мы там солому ездили, сено набивали. Снегом заделывали. Тоже все обшивали. Смотри. Ну, хочет прям туда залезть. Не пускает, да, Жуля? А вот у Буси маленькая будка. Она маленькая. Ну, Вася тоже ее обошьет. Обиделась, да? Все, кругом тает. Куры не выходят. Грязно, наверное, холодно. Ну, и есть где гулять. Помимо зимнего курятника, у нас есть вот здесь летний выгул. А, нет, их нету никого. Ну, вот там открыто все. Это летний у них есть, где гулять. Мам, садись. Сейчас. Ручные курочки, не петушки. Во, выглядывают он там. Эти вот молодые цыплята уже какие большие. Это куры. Вася говорит, на следующий год, наверное, уже, может, даже в зиму будем убирать. Некоторым уже по два с половиной. Уже старые становятся. Ох, это слякоть. За Томой надо будет ехать. Еще хотим дрова заказать. Горбыль. Опять не закажешь, машина мешает. После того, как машину заберут и берут, будем заказывать дрова. Все? Вот и сделал, папа, новую будку. А ту прям закрой, чтобы она не бегала. Еще дубленку старую ей туда. Мне, это как бы, петок чуть бизинец нет. А ты не ходи к ним. Туда уже есть. Ты уже положил? О, смотри, как ей понравилось. Только, пап, надо ей побольше сделать. Цепь. Там у нее цепь длинная. Просто, что вот стоит эта телега. Все, теперь не... Все, оставь ее. Все. Дырку там закрой, чтобы она не залазила. Подойди. Она всегда делает шторку. Ну, из старого полоса. Что она не разгибается, ничего. Ты все, вылазить не хочешь? Нет, там тепло. А, ты уже там полос, прибил прям, чтобы она не выковыривала? Один прибитый, а второй просто лежит. А, ну, хорошо, хорошо, молодец. Все, осталось, что здесь делать. Мне вот не нравится, когда нас начинают упрекать. Вызовели собак. Во-первых, мы ни одну собаку, если честно, не заводили. Кроме как, когда мы в Челябинске жили, там и заводили, даже покупали. Они жили у нас в квартире. Все собаки, что у нас были. Тот же Рич, например. Это старый хозяин. Да, его просто бросили, и все. И, как бы, нам пришлось его взять. Эту собаку, вот эту Жулю, Алина нашла вон около весны, около магазина. Тоже кто-то выбросил, она ее приволокла домой. А вот эта Буся, она сама пришла. Вот, ну, просто сама пришла, и так она у нас осталась. И говорить о том, что мы заводим и издеваемся над собаками, это вообще не так. Мы не покупаем, не берем где-то там, что вот, поиграли и все. Мне бы, конечно, она нафиг не нужна, вторая собака. Ну, куда я ее денусь, если она уже пришла? Не уходить, не хочет. Да. И кот тоже этот рыжий, последний, второй. У нас был кот, который нам нравится, Тишка. Этого Настя приволокла грязнулю. Да? Приволокла грязнулю. Машок у нас до этого был. Тоже сам по себе пришел. Орал, орал, маленький выкидывает прямо этих. И мы потом берем и никуда не деваем. Так и кормим, и содержим. И не надо меня в этом упрекать. Что наберем и потом не смотрим за ними. Так, папа. Кушать готово, салат готов. Идите. Дарь. Что она передразнивает? Саша. Нельзя так делать вообще, если человеку не нравится. Видите, как у нас бывают бои. Не по правилам. Дариночка полы моет. Я сделала салат. Ой, вилка упала туда. Ну, просто. Капусту тушила. И получилось, что капуста сильно была большая. И, в общем, осталась у меня. И я сегодня салатик сделала. И сегодня у меня просто макароны. Хотела еще салат сделать, но завтра. Нет? Маленькие макароны. Длинные у нас только ты любишь. А сыр есть? Да, есть и сыр, и... Сыром буду. И сосиски есть. Сейчас мы их приготовим. Еще у меня суп есть. Ты кушать собралась? Все подряд. Доча, ты все сосиски приготовь, пожалуйста. Прямо надолго их, чтобы они прям как будто вареные были, ладно? А то я что-то пока тут готовила, макароны сварила. Это все, что осталось? Ну ладно, хватит. Пять штук. Да хватит нам каждому. Ничего страшного. Там еще суп есть, макароны есть, колбаска есть. А чем я занимаюсь сегодня? Я сегодня сделала два видео. Женечка, ты пойдешь кушать со всеми? И сижу-вижу. Сегодня у меня прям выходной день. Ну я на прием, правда, сходила. Выписала лекарства себе, инсулин. И ложусь в больницу с 11 числа. И вот я сегодня вяжу. Сижу-вяжу. Прямо у меня сегодня день отдыха. Да, Женька? Вот сейчас довяжу. Хочу связать платьишки, что-нибудь такое куклам. Мама, свяжи, пожалуйста, платье. Ну. Я хотела тебе давным-давно сказать. Ну сейчас вот я закончу вот это вот. У меня остался один стул. Конечно, еще бы, знаете, навязать на каждый стул двойную накидку. Сейчас вот закончу эту и потом какое-нибудь платьишко свяжу. Мама, мам, не свяжи пижамку какую-нибудь. Просто вот это вот, это, то, когда делешь пятки, так вот. Без пяточек, да? А вообще эти костюмчики были без пяточек. Это я уже сама придумала, пяточки. Без пяточек только. Ну нет, но вообще-то детям надо, чтобы ноги тоже в тепле были. Дочь. Так, ну, а носок у нас нету. Или носочки свяжу. Носочков тоже много. Ну ладно, свяжу потом. Главное, вот это вот закончу сейчас, вот эту накидочку. И потом свяжу. Кушать пойдете, нет? Да. Сейчас пойду скажу Алине, чтобы она... А что ей? Алина. Ой, Дариночка везде полыныла. Она сейчас на танцы пойдет. Все поднимала везде, все. Убрать это. Вот сейчас Настя приедет, мы тут полос другу положим. А что кушать есть? Макароны, сосиски, салат. А салат у меня, сваренные яйца, картошка, завтра сделаем, наверное. Мама, макароны короткие? Да, 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 да. С салатиком. Ой, папка сейчас начнет каждую пылинку собирать. Ой, у нас, между прочим, Вася, он такой чистюля, он так ругается. Вот он вообще не любит, чтобы на столе что-то стояло. Мы постоянно убираем, чтобы вообще ничего на столе не было. Я вот бывает понаставлю, то все, но он сразу приедет, он все убирает, чтобы ничего не было. Так, сейчас это все уберу. Да, папка? Да. А мы сегодня в школе, где, огромный такой арбуз. Вас Елена Яковлевна, наверное, решила перед последним днем, перед каникулами угостить, да? Потому что мы сегодня были арбузными. А мы потому что отгадывали загадки и... Ну, папа дали все арбузы. Да, и мы даже узнали, где они росли. Классно. Он, видите, Вася уже взял и апельсин убрал. Он сейчас все уберет со стола. Я кушать буду садить. А я уже сготовилась и прожарилась. Вот, хорошо, хорошо. Алина! Алина, что у тебя с головой? Какая-то такая. А я могу... Секомон, я буду в школе научила. Запомни, вот это вот так ходит. Вот это либо через окно в тилеточку, вот так, как сказать, либо вот так. Нет, подожди. Мама мне вот такие фигурочки узнала, а вот эти не ставила. Он только вот такие наставил мне. В завтра я буду ногу ходить. Если ты вот так походила, больше так нельзя ходить. Потому что... Это нельзя так делать. Только если вот так. А бумага... Вот так я по голове, а не буду так стоять. В зад нельзя ходить кешком. Только если рубить в зад. Вот так? Если... Вот так. А рубят вот так. Вот так нельзя рубить. Только вот так ходить можно. Ага. Играют. Ну пусть играет. Все время хочу открыть камеру. Что по бровям? Папочка, дуряйки. Сегодня что-то заходила в Одноклассники. И там написано было. Что по бровям? Рисовала, рисовала брови. А все спрашивают, что по бровям? Художника обидеть может каждый. Нет, сегодня хорошо. Я валенечку чуть-чуть черпеньку взяла, потому что я не знаю черпень. И растушевала. Ну, сегодня нормально. И что? Не похоже на Брежнева. 45-68. Ты уже на дискотеку собираешься? Время 7. Я могу еще по бровям, по черпеньку постоять. Ну, да. Дарина пришла руки мылом. Ну, рассказывай, как первый день на танцах. Ну, сперва мы пришли. Получается, сегодня было только 3 человека. Я была одна, Одноклассница и еще девочки с нашей школы тоже. Всего 3? Да, потому что другие что-то... Некоторые говорят, что типа не знали, что в пятницу надо идти на танцы. Другие что-то не ходят. Что-то с ногой. Все нормально. Она говорит, что в первый раз будет очень больно. У меня сегодня реально, у меня вот икры все прям сильно-сильно болят. А вас не потянули, да, чтобы на шпагат марки садиться? Нет, мы упражнения делали разные. Да, ты умеешь, конечно. Мы делали разные упражнения. Потом, когда мы закончили, мы не просто делали, а под музыку делали разные. Под разные кусочки музыки делали упражнения. Потом бегали, разминались. Мне еще сказали, что когда мы уже уходить начали одеваться, сказали, надо выступать, надо будет майки белые, вот с широкими лямками. Белые майки, черные джинсы и чешки черные еще не купить. Еще белые кроссовки. Ну, нам сказали, что надо именно белые. Ну, тебе понравилось? Да, очень понравилось. Я думаю, что сперва будет очень больно, потому что привыкшая никогда ничего. У Саски мало. Не стоит привыкать, растягиваться мышцей, будет легче. Мне понравилось. Понедельник, среда, пятница, да? Да. Не страшно было идти по темноте? Ты же темноты боишься. Ну, теперь мне не страшно. Потому что музыка включила, фонарь включила и довесила. И маньяк сзади напал? Я не боюсь. Либо напал, у меня бы рефлекс работал. Какой? Какой? Сзади ноги. Я бы вот так вот, а он бы получил. Ой, Дарька, Дарька. Со мной не боялась. Я еще одноклассник успела... А ты теперь выйди во двор собак покорми, страшно будет. У меня фонарик есть. Я это одноклассник сначала поздоровалась и дальше пошла. Ну, ладно, ладно. Вот время 7 часов только, конечно, темно идти. Нет, мне почему-то не было страшно. Ну, молодец, молодец. Вот ходи, не пропускай. Соль, каша. Настя! Я захожу, и никто не слышит. Где поклоны в пол, да? Настя! Томаська, а мне выпьет у Настя? Быстро домчалась ты, быстро. А я уже танцы сходила. Какие танцы? Я уже записала танцы. Павеликолич? Нет, Павеликолич, теперь директор самого клуба, а теперь ведет Анна Юрьевна. Настя, а мы сегодня в школе ели арбуз. Да. Всем рассказывают одну и ту же. А где вы взяли арбуз? А нам Елена Юрьевна подарила. И мы ели его по две панамаски там. Я буду искать свои закорки по всему дому. А где, папа? А вы ворота не закрывали? Добрый мягкий, что имеете? А что, ворота? Я же с... Да, Настя, сходи до ворота в закорку. Папа сказал ворота, я сказала ворота. Как правильно? Алина, как правильно? Ворота. Ворота. Си, что я хотела там сказать? Алина, ой, да, Алина. Принеси пакетик, который Насте прислали. Я два раза ездила, все время забывала. Сейчас посмотришь, посылку тебе прислали. О, мясорубка. Ну, купили. Ты когда поедешь обратно? В понедельник? Да. Во вторник, на учебу. Ну-ка, покажи, ну. Да это те же самые. Иринка делала, да? Они уже три недели. Ну, классно. Покажи. Это такие же? Да. Вкусно, да, вкусно. А там, мам, много, это просто соску. Ты идешь? Мам, возьму конфетку. А хочешь, я тебе отреберу с конфетку дам? Что еще обращусь? Хочешь, я тебе сейчас покажу. Что, я умру сразу? Нет, мамка ела, я ела, да. Сейчас, подожди еще. Девчонки принесли посылку. Косметику нам прислала Вероника. Ну, она молодая девушка с мамой, с родителями. И Надежда Николаевна. Надежда Николаевна, если честно, мне никто не писал. Я не знаю, молодая, как бы, может, в возрасте, как я. В общем, Вероника и Надежда. И вот, было там для Настеньки. Это густое мыло для волос и тела. Это гиаурлова, мицеллярная вода. Шоколад на что-то стоит. Да, кстати, там шоколадки мы не трогали. Тебе прислали, мы все оставили. Где-то нам его отдать, если вы что-то дам детям. Ну и что? Зато ты. О, Саша, жаль не тебя. А я сейчас ем. Ну, еще на. Саша, будешь? Это нам с Краснодара пришла посылка. Вон те конфеты дорогие. Владимир. Густой мусс для лувания. Ну, вот зрители наши видели. Вот, Саша, Настенька. Мыло. О, я люблю кандирок. Да. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. О, скраб для тела. Норвейского соки, барбадонская вишня от сырого. Да, спасибо большое Веронике. И Надежде. Ну, конечно, с семьей. Все посылки, да, приходят от семей. Спасибо большое. Это вот все Настеньке. Она в понедельник поедет и заберет с собой. Заедет, Мастенька. Я боюсь, он поддолже. Вот что делает. Вот что. Ну, что, впрочем, вот этот палас, он дешевый. Это не ковер. И он уже весь берется, рвется, в общем. А тут вот палас старый, он все равно крепче. Так что ненадолго нам его хватит. Коты дерут, вон там уже везде зацепки. Там девочки влезут. Ну, ладно, дети, давайте скажем всем пока. Пока, пока, пока. Осталось уже нам только чай попить, да, уже и спать собираться. А девчонки, наверное, на дискотеку пойдут. Да мне, ну ты что? Она, наш, на него не садится, видишь, она как-то не играет. А это конфет-то бочки. Ну ладно, до свидания. А, я, кстати, сегодня, когда мы еще проходила, мне зубной сказала, нужно... Я говорю, почему мне десны кровоточат? Она сказала, что все у меня зубы хорошие, но ничего лечить не нужно. Но я говорю, почему десны кровоточат? Она говорит, нужно поменять пасу на парадонтекс и сделать чистку. Сходить, сделать чистку. И она мне дала сертификат на 30% или скольки там скидку в соматологию. Ну, сходи почистить. Ну, это, короче, там, типа, если в понедельник идешь, то 30%. А если во вторник или там уже другой день, то уже нет. Так что я в понедельник уеду, в следующий понедельник схожу. Ну, мне делали, это ничего страшного, терпимо. А что это вообще такое? Ну, такой сверлышком вычищает все-все-все. Вокруг зубов, да? Да, 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 да. Нормально, потерпеть можно. Ну, и пасту надо поменять. Ага, ну, все, купим. Парадонтекс. Ну, ладно. До завтра всем.